всем привет в этом видео я разберу евро двушку в жилом комплексе северное сияние поэтому смотрим комментируем ставим лайки поехали итак ко мне обратился молодой человек с просьбой сделать ему планировку его квартиры в этой квартире есть две спальни одна общая комната 2 санузла прихожая балкон и лоджия обратился с просьбой сделать планировку удобнее эргономичнее лучше чем особенность особенность в том что молодой человек дизайнера он живет один с девушкой вот вдвоем и он работает из дома это значит что квартиру нужно проектировать таким образом чтобы она была удобна и для жизни и для работы ее нужно проектировать таким образом чтобы наше пространство чтобы мы не делали в нем всегда оставалось удобно для того действия которое мы совершаем в тот или иной момент времени работаем отдыхаем готовим едим смотрим телевизор поэтому оставлять ее в том виде в котором она есть не нужно потому что она поделена на маленькие комнатки эти комнаты маленькие они замкнуты и соответственно мы чувствуем себя в них немножечко сковано потому что комната то маленькая а для творчества как известно нужен полет мысли то есть простор значит моей задачей было это пространство максимально открыть в том плане чтобы сделать его максимально просторнее но при этом сохранить необходимую приватность помимо этого из требований было следующее приходит гости поэтому должен быть большой стол в этот момент посещения гостей на 6 8 человек то есть стол должен раскладываться должен быть диван и кресло телевизор акустическая система и в основном он прослушивает музыку это значит нужно где-то сесть напротив колонок и с комфортом слушать музыку должно быть большое рабочее место и желательно чтобы это рабочее место в какой-то степени сливалась с общим пространством но это уже моя додумка я считаю что это правильно но в необходимый момент чтобы оно могло изолироваться должно быть место под хранение многочисленного уборочного инвентаря каких-то вещей и прочего и прочего стиральной машины тоже самый и так что же у меня получилось на самом деле стенки я практически не двигал и в общем-то глобально ничего не менял осталось практически все так же как и было раньше в планировке от застройщика и та планировка которая я сделал наглядно демонстрирует что нужно внимательно относиться к тому как мы расставляем мебель не рассуждать о том что а как-нибудь потом я расставлю диван и кресло и все такое прочее нет нужно делать сразу же и благодаря тому что в этом пространстве грамотно удалось разместить мебель пространство получилось удобным и комфортным для проживания поэтому расставлять мебель на плане очень важно я сейчас покажу я убрал стенку между одной спальни и гостевой комнаты и подвинул ее в сторону балкона вот она я ее сдвинул буквально на метр это позволило увеличить гостевую комнату то есть то самое общее пространство где мы готовим едим смотрим слушаем музыку сюда совершенно с комфортом в лес кухонный гарнитур он 4 метра обеденный стол за которым мы можем сидеть и смотреть телевизор или слушать музыку дальше за ним стоит диван с этого дивана мы точно также можем смотреть телевизор или слушать музыку или лежать читать какие-то книжки журналы помимо этого есть кресло в котором можно сидеть между креслом и диваном стоит торшер это тоже было одно из условий потому что заказчик любит сидеть читать чтобы лился свет из торшера а это создает знаете такой уют и домашнюю атмосферу и вот он здесь есть и предусмотрен есть столик журнальный на который можно поставить чашечку кофе или бокальчик соком или например играть в какие-то настольные игры если пришли друзья они приходят и играют в игры обеденный стол который здесь обозначен и за ним два стульчика это как раз таки на повседневную жизнь когда квартиры пользуются хозяин и его спутница но когда пришли гости мы можем чуть-чуть подвинуть стол и с комфортом за ним рассядутся шесть человек если необходимо больше то этот стол можно раздвинуть и добавить еще стульчиков все необходимые стульчики хранятся в хоз блоки в этом так называемом хоз блоки это бывший санузел когда в квартире живет два человека в принципе можно пожертвовать одним санузлом и в данном случае я так и сделал и в этом месте организовал постирочную и хранение хоз инвентаря то есть пылесос ведра швабры тряпки но много много всего что у вас дома есть хранится что необходимо хранить также стиральная машина и вот в этом помещении хранятся дополнительные стулья для гостей а еще здесь есть очень удобная штука дополнительная раковина в которой мы можем протереть обувь например там помыть руки когда из улицы пришли или помыть лоток котовский который тоже живет в этой квартире и поэтому лоток находится именно в этом помещении именно в этой раковине можно его мыть ну знаете некрасиво же когда лоток из-под кота стоит в основной ванной что ему там делать пусть вот в каком-то таком подсобном помещении находится что еще примечательного в общей комнате вернусь в неё здесь есть полки тире антресоль они сделаны прямо над дверьми и туда можно расставлять многочисленную литературу которой обладает хозяин этой квартиры также можно поставить какие-то коробки в которых будет что-то хранится и это очень полезная история когда мы дополняем местами хранения вот эту вот небольшую квартиру из общей комнаты мы можем попасть в кабинет кабинет сделан из бывшей спальни которая была 11 квадратных метров сейчас она уменьшилась до примерно девяти квадратных метров то есть она получается три на три метра что здесь расположилась большой 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 стол для работы потому что на этом столе нужно поставить два монитора нужно оставить место под какие-то бумаги нужно оставить место где можно рисовать потому что это же графический дизайнер а еще здесь в уголку вы видите стоит гитара на штативе специальном то есть иногда наш персонаж музыцирует то есть место под гитару тоже предусмотрено сбоку от стола расположен большой стелла чтобы при работе можно было пользоваться то что стоит на этом стеллаже ну например тетради книги не знаю ручки карандаши в общем большое большое хранение принтеры туда можно поставить и вот такое рабочее место очень удобно организовалась здесь нету двери между кабинетом и общей комнаты а есть перегородка для чего это сделано это сделано для того чтобы когда хозяин квартиры работает сидит в кабинете он мог открыть перегородку и пространство из одной комнаты перетекала в другое что это дает это дает ощущение простора у нас есть ощущение что мы сидим не в маленькой замкнутой коробочке а в большом открытом пространстве она же вот она прямо буквально за стеночкой мы же даже его видим и даже вот в него прямо сейчас зайти можем с обратной стороны со стороны гостиной мы получаем стену просматриваем прямо из гостиной с тремя окнами и там еще в перспективе четвертое окно и мы можем взглядом охватить обе эти эти стены и это визуально создаст ощущение большего пространства чем она есть на самом деле второе мы получим больше света он свет будет прямо лица из окон и заливать все это пространство при необходимости если нужно уединиться в кабинете можно перегородочку задвинуть и мы получим обособленный кабинет в котором можно удобно и кулуарно решать какие-то вопросы остается ванна и спальня спальня небольшая она осталась такой же какой и было 11 квадратных метров здесь есть кровать около нее стоит шкаф для одежды да собственно и все мы решили больше сюда ничего не делать потому что в спальне в общем-то кроме того что мы спим больше ничего и не происходит но как ничего иногда чё это да происходит конечно но это уже другая история и осталось и ванной ванну мы освободили от стиральной машины и от прочих бытовых вещей таких как котовский лоток и прочее что то еще осталось ванной в которой мы можем лежать принимать ванну принимать душ раковина и унитаз унитаз встроен в нишу там находится система инсталляция унитаз на нее подвешивается над инсталляция находится шкафчик за дверками и там вы можете хранить много всего полезного и так эта планировка получилась удобной комфортной и в перспективе красивой потому что вся мебель расположена правильно как говорят по фэн-шуй вот в зале обратите внимание она вся от центрована расположена по центральной оси это позволит нам создать красивую композицию правильно развесить светительные осветительные приборы в общем будет смотреться все очень красиво гармонично и эстетично пространство получилось визуально большим за счет того что я сделал его перетекающим из одной комнаты в другую она сделалась интереснее с точки зрения но есть такой термин загадочность мы должны делать пространство немножко загадочным для того чтобы она нам не наскучила и всегда выглядело интересно простой комнате сделать это невозможно потому что мы в нее зашли сразу же увидели 4 угла 4 стены отсканировали и все будет все что здесь еще изучать как говорится а когда мы видим вот такое пространство как здесь перегородку за которой что-то находится нам всегда интересно узнать а что там дальше за ней это как петляющая тропинка в парке по ней всегда интерес интереснее ходить чем по прямым аллеям вот такой вот прием здесь использован друзья вы можете обратиться за консультацией ко мне сделать это очень просто вы можете написать в комментариях можете написать в инстаграм в директ и я с удовольствием эту консультацию для вас проведу но пока ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик всем пока до новых встреч да прибудет с вами муза а